...объявил о покупке Аляски. Как вы понимаете, Эндрю Джонсон был, к сожалению, не нашим президентом, а американским, а Аляска тогда была наша. Но за 7,2 миллиона долларов золотом, что по тем временам было примерно 474 доллара с квадратный метр, Аляска благополучно отошла Америке. В 1937 году завершился полет летчиков Чкалова, Байдакова и Белякова через Северный полюс. 18 июня они стартовали на самолете Ант-25, это Туполев под управлением. Значит, от Чкалова вылетели, полет проходил в сложных условиях, отсутствие видимости, то есть они летели долгое время по приборам обледенения, испытывал самолет. Но 20 июня, то есть ровно 75 лет назад, самолет совершил благополучную посадку в Ангуре. Протяженность прилета составила 8,5 тысяч километров. Сегодня кто родился? Давайте посмотрим. Вячеслав Михайлович Котеночкин появился на свет в 1927 году, которого легкомысленная фамилия, как он сам выражался, и увлечение рисованием...